Продолжение следует... 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 Ракет, которые, опять же, по сообщениям СМИ, западных СМИ, подчеркну, не могут летать без цели указания стран-производителей или стран НАТО. То есть, по большому счету, эти ракеты никогда и никак не могут стать чисто украинскими. Украина в данном случае для них может быть исключительно территорией запуска и более никак. Они, если они произведены и управляются и цели указуются страной-производителем, страной НАТО, то в таком случае это является далеко не украинским ударом, скажем прямо. При этом, ну ладно, если бы этот удар нанес ущерб Кремлю, грубо говоря, или там, не знаю, стер с лица земли Энгельс или что-нибудь еще, но эти ракеты дальностью до 500 километров, как было опять же сказано в западной прессе, ничего, собственно говоря, не изменят. По одной простой причине, что все важные тактические и стратегические вещи Россия уже давно перевела на расстояние более 300 километров. Соответственно, ущерб от этих ракет крайне мал, скажем прямо. Что же может быть юридически? То есть, это очень важно разобрать эту тему, чтобы понять истинные мотивы происходящих. Что же на самом деле происходит? На самом деле происходит попытка привлечь, скажем так, НАТО на нашу сторону в войне России против нас. Именно это. Потому что, как мы уже уяснили, из западной опять же прессы, ракеты производятся и принадлежат странам НАТО и разработанным. Запускать, очевидно, должны их специалисты, что проистекает из слов канцлера ФРГ. Цель и указания им должны давать специалисты США на основе разведданных США, что проистекает из статей The Times и Washington Post, а также по итогам переговоров Британии с США. По итогам переговоров Британии с США было сказано следующее, что производителем является Британия, соответственно США не могут указывать Британии, что делать. Вперед, давайте разрешение и вперед. А США не изменяют свою политику. Тогда Британия говорит, и опять же это из западной прессы, что все это иезуитство, потому что ракета британская не может лететь без разведданных и целеуказаний, наданных США. Тогда Британия отправляется в турне. Недавно было посещение Италии, далее намечена Франция и ФРГ. Но ФРГ уже сказала, что она, собственно говоря, таких ракет не давала. Второе, давать не собирается. Третье, разрешение, соответственно, не нужно. То есть ФРГ слилось. Италия. Встреча в Италии привела к тому, что правительство Италии озвучило тему, аналогичную теме ФРГ. Мы не предоставляли такого оружия, не предоставляем, а соответственно разрешений давать не будем. Все. Италия умыла руки. Осталась Франция. Ждем, что скажет Франция. Из всей этой плеяды оказалось, что единственные переговорщики в данной теме это Британия, которая не может запустить ракеты без целеуказаний США. Позиция США неизменна. Что же лежит в основе? В основе лежит очень простое понимание. Следующее. Первое. 106-я статья Конституции Украины. Почему-то, мне неизвестно почему, если ее тайну Михаил Дмитриевич Сирота унес в могилу с собой, как папа Конституции. Почему в 106-й статье Конституции есть 19-й пункт отдельно от 20-го? В 19-м пункте говорится, что в случае угрозы нападения вводится правовой режим, военного стану. В случае нападения сохраняется правовой режим военного стану, который позволял подготовить страну, но вводится правовой режим, стан войны. Почему-то это разнесено в 19-й и 20-й пункты раздельно. Почему-то эти два раздельных пункта отдельно уточнены в четырех подпунктах одного, одной из статей закона про оборону. Точно так же отдельно. Нам рассказывали, первое, о том, что стан войны вводить не нужно, потому что у нас нет соответствующего закона, и все закрыто законом про правовый режим военного стану. А потом нам прямым текстом заявили, что иначе нам не дали бы ни кредиты, ничего, был бы дефолт, а западные партнеры не могли бы поставлять нам вооружение, потому что любая страна, поставляющая вооружение воюющей стране, автоматически становится стороной войны. А нам НАТО и западные страны много раз говорили о том, что они не намерены ни нападать на Россию, ни быть стороной войны. Соответственно, в условиях определенного правового вакуума, толкования, почему в Конституции есть два отдельных подпункта, почему они есть отдельно в законе про оборону, и почему не введен правовой режим стану войны, по-разному нам это дело поясняли. Возвращаемся к теме о том, что по большому счету страна, производящая РСМД, ракеты средней и меньшей дальности, управляющая их полетом на основе ее разведданных, автоматически становится участником войны и стороной, если запускается такая ракета. Независимо от того, кто физически нажал кнопку и с какой территории физически это произведено. Да хоть с Филиппин. Является или находится ли США в состоянии войны с Россией? Нет, не находится. Введен ли правовой режим стан войны в России или в Украине? Нет. В таком случае запуск подобной ракеты по старой конституционной территории России, как это было официально заявлено официальными лицами России, с точки зрения, ну по крайней мере тех, кто поддерживает Россию, будет расценено, а также донесено до стран глобального юга, то есть неопределившихся, как акт первой и немотивированной агрессии НАТО или страны НАТО против России с территорией третьего государства. Это, чтобы вы понимали правовую и юридическую основу. Теперь далее. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что ввод войск Украины на территорию третьего государства регламентируется Конституцией и законами Украины. Я уверен, что вы не дадите мне номер закона и дату, которым было регламентировано введение войск Украины на территорию третьего государства. Именно это, в кавычках я называю, подкосило наших западных партнеров. Ну, неизвестно. Но, тем не менее, я могу констатировать, что согласно Конституции и закону Украины это должно было бы как минимум быть. Понятно. Исходя из этого массива и набора данных, вы начинаете наконец-то понимать, что речь идет о том, что потенциальный ущерб, который может быть нанесен России путем запуска ракет малой дальности по территории, ну, то есть их радиус действия по территории, с которой Россия за время дискуссий уже увела все важное, будет минимальным. Но при этом будет констатирован факт первой и немотивированной агрессии страны НАТО против России с применением РСНД. Естественно, они этого не хотят. А у нас иных вариантов нет. Потому что нам выгодно нанести удары по территории противника, даже не столько по аэродромам, сколько по центрам принятия военных решений. То есть по военным каким-то там ставкам местным, да, или как оно там называется, командным пунктам, по местам скопления вооружений, войск и так далее. При этом перенеся войну на территорию противника. Иначе победить нельзя. Поэтому интерес Украины абсолютно понятен. Равно как понятен интерес Украины в том, чтобы НАТО наконец-то прямым образом вступило в войну против России на нашей стороне. При этом понимая, что мы обороняющаяся сторона. Нужно понимать, что НАТО этого делать никак не хочет. Вот вам и весь ребус по поводу этих ракет. Но если мы понимаем, что ущерб может быть минимальным России, а понимаем, что суть этих всех разрешений в вовлечении стран в эту войну, то мы понимаем, почему происходят такие петляния со стороны США, Британии и других стран. Может ли, может ли, давайте предположим, может ли предоставление ракет малой, подчеркиваю, дальности, даже если на это пойдут, в ограниченном объеме нанести ощутимый ущерб России, который бы принудил ее к переговору? Вопрос открытый. Это просто мое частное мнение. Ответ нет. То есть, если бы вы выстрелили, грубо говоря, камнем из рогатки в лоб медведю, я бы предположил, что это может быть успешно, и медведь может упасть в обморок. Если бы вы выстрелили пулей в медведя, неважно, куда бы вы попали, в лапу, хвост, попу, голову или куда-то, я бы сказал, это нанесет ощутимый ущерб медведю. Но если вы будете стрелять ему солью в попу, то вряд ли вы принудите медведя к переговорному процессу с вами. Я думаю, что наоборот. Но внимание привлечете. Внимание привлечете. И медведь попытается выключить вам свет в глазах, как мне показалось. Соответственно, это точно не может быть победой. Что-то другое. Что же может быть другое? Наблюдаем. Как только началась вся эта истерия с ракетами, первое, что сделала Россия, сказала, что она... Асимметрично ответит. Что такое асимметрия? Вдруг мы узнали опять же из западной прессы. Когда? Внезапно Хуситы. В рамках передового научно-технического прогресса. Запустили не только кусачки. Ну, как они это делали с подводными кабелями ранее. Но они запустили гиперзвук, который, преодолев все препятствия ПВО, которые находятся в Красном море, а также Израиле, целой коалиции, состоящей из многих стран, ракета демонстративно приземлилась в самом центре Израиля. И на этом тема закрылась. Это сразу как бы пояснение, что такое асимметрия. Потом внезапно начались разговоры о том, что русские передают ядерные технологии Ирану. А потом, а потом появились почему-то впервые в истории фотографии в КНДР из секретного ядерного объекта по обогащению урана. Не было никогда. И вдруг глава КНДР демонстрирует эти фотографии из секретного объекта. Аккурат после двух встреч некого господина Шойгу с лично товарищем руководителем КНДР. Две в один день. Далее Россия намекает, что она готова будет в случае, если РСМД разрывается в клочья ДРСМД, и ракеты поставляются, и удары по ней могут быть нанесены с любой территории, страной, производителем этих ракет, страной НАТО, то в таком случае Россия будет действовать асимметрично. И показала как. И тут появляется информация. Сперва была информация про Мали, которую мы признали не совсем корректной, то есть она не нужна была. И мы попытались это дело закрыть. И вдруг появляется информация из Сирии о том, что якобы с намеком, пишет об этом Киевпост, хотя я был категорически, был бы против таких публикаций, но тем не менее, пишет Киевпост, перепечатывает украинская правда, со ссылкой на наше управление разведки, о том, что якобы при поддержке Украины был нанесен удар по войскам, правительственным войскам Сирии, которые производят беспилотники, ну и так далее, и так далее. То есть мы перемещаемся в Сирию. Сначала Мали, теперь Сирия. Является ли это асимметрией? Да. Потому что у русских есть несколько реперных ключевых точек для их обороны. Я уже много раз их называл. Это Калининград, Крым и Тартус. Тартус находится в Сирии. Для овладения вместе с Китаем, Африкой, им нужны Мали и другие страны, где действует ЧВК России. Если мы активизируемся с помощью беспилотников, которых мы сильны, и не только беспилотников, но ракет, которые вполне возможно локализованы будут в Украине, дабы не подставлять уважаемых производителей, то в таком случае баланс сил к Сирии может кардинально измениться. А Сирия – это участник ближневосточного военного процесса. Аккурат под то, где вчера товарищ Галант был уволен, и на его место пришел новый министр обороны Израиля под разговоры о том, что, собственно, газа уже неинтересна, пора переходить к Ливану. И было сказано, что на заседании к обеду министра Израиля о том, что в ближайшие недели-месяцы ключ всего будет передвинут в Ливан. К тому моменту необходима международная толерантность и поддержка плюс концентрация войск. Ливия – это уже не Хамас, это Хизбалла. А Хизбалла – это Иран. Ну, а Иран рядом с Сирией. А дальше и Иран. То есть, собственно говоря, процессы становятся кардинально асимметричны. И я считаю, что то, с чем едет Зеленский к Байдену, это не столько о ракетах, по сути, малой дальности, которые, по большому счету, ну, сколько их может быть? Ну, пусть 100. Малой дальности. Ничего, кроме вступления страны НАТО в войну, это не дает. Я думаю, что вопрос не в этом. Я думаю, что мы можем предложить США помощь в игре на Ближнем Востоке и в Африке. И не только там. Это асимметричный ответ на агрессию России против Украины. Да, не в Украине, но по интересам России в третьих странах. Есть ли тут здравое рациональное зерно? Я бы ответил да. Я бы ответил да. Но какие риски? Риск того, что в таком случае, мотивируя этим, русские начнут открыто лупить по не особо защищенным базам США в Ираке, с территории Курдистана, и не только оттуда. А в Ливии могут начаться очень непредсказуемые процессы. Там, где, по сути, две страны и два правительства. Одни сидят на добыче, а другие на отправке. Поэтому речь, грубо говоря, здесь уже идет не о локальности. Земная ось уже не проходит через Житомир и даже не через Шепетовку. То есть здесь уже в этом плане, и я действительно в этом контексте мог бы назвать его план победы, потому что это не план переговоров и не мирный план, это другое, это план победы. Если США готовы стать с нами, ну или, грубо говоря, поддержать нас в этом, то мы могли бы нанести ощутимый ущерб интересам России в третьих странах, что принудило бы Россию к определенным переговорным процессам с нами, защищая свои интересы, и ослабило бы позицию России в переговорном процессе со странами Запада. Мы становимся игроком высшей лиги. Но, соответственно, и риски становятся высшей лиги.